Как меня слышно? Как меня слышно? Пожалуйста, поставьте плюсик, чтобы мне было понятно, слышно меня или нет. Как меня видно или слышно? Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. А православие всегда было культурообразующей доминантой в нашей стране. Поэтому с крещением Господним, и давайте мы с вами, помоляясь, начнем наш непростой разговор о том, как же быть в библиотеке. Как быть, когда, скажем, реалии течения сегодняшних событий не просто подталкивает, а уже просто стремительно движет библиотеку к дополнению к имеющимся функциям еще и досуговой. Давайте будем честны, коллеги, что время все меняет, меняет основные виды деятельности многих учреждений и библиотек. Тем более, поэтому то, с чем мы с вами полемизировали в одной из первых встреч, что же такое библиотека? Культурно-просветительское это учреждение? Либо это досуговое учреждение? Что это вообще в реалиях сегодняшнего дня? И, вы знаете, я думаю, что мы уже опоздали с этой полемикой. Библиотека современная – это многофункциональное арт-пространство, которое готово к любым вызовам социума и готово всегда предоставить и ответить на запросы этого социума. Я думаю, вот это сейчас библиотека. Я понимаю, что маленькие муниципальные библиотеки, ну, в различных населенных пунктах нашей страны могут сказать, ну, да, хорошо вам там в этом Сочи, да? А вот мы вот попробуйте. Вы знаете, коллеги, вот в этом самом Сочи тоже непросто, как везде. Непросто я имею в виду, что мы с вами живем, ну, скажем, на таком перепутье, на таком переломе. Мы же с вами это видим, слышим своим профессиональным чутьем, как все меняется вокруг библиотеки. Как все меняется, и хотим мы тобой или нет, нам все равно. Если мы хотим быть полезными обществу и далее заниматься своим любимым делом, то мы должны меняться тоже. Поэтому в тему нашей сегодняшней встречи, праздник в библиотеке, как продумать и провести его без режиссера, актеров, декораций, Я сегодня решила поговорить с вами на эту тему, просто потому, что по первому образованию я режиссер обрядов, праздников и телепрограмм. Ну, по всем остальным образованиям я библиотекарь и менеджер социо-культурной деятельности и много чего еще. И я прекрасно понимаю легкую панику традиционных библиотекарей, уважаемых мною безмерно и глубоко. Я понимаю эту панику, которая возникает у них в душах. Как? Что? Какое досуговое! Какая? Что? Это же библиотека! Да прекрасно! Любая библиотека, сколько бы ей не предрекали исчезновения, сколько веков, она была, есть и будет. Мы с вами это точно знаем. А то, что современные, скажем, вызовы сегодняшнего времени накладывают на библиотеку дополнительные обязанности, Ну, так и это мы с вами проходили. Поэтому с осознанием своего места в текущей социо-культурной ситуации, с осознанием своего профессионального, скажем, своей профессиональной ответственности за то, что мы делаем, мы с вами будем говорить сегодня о библиотечном празднике. Тем более, что год 22 объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Господа библиотекари, я вас и нас всех поздравляю с тем, что это наш год. Это год, когда у нас с вами все находится в руках, все наши инструменты для популяризации того самого нематериального культурного наследия народов России. И это мы с вами в авангарде этой вот деятельности. Ну, представлюсь, стаж моей работы в сфере культуры более 30 лет. Библиотекой имени Пушкина города Сочи я руковожу вот уже почти 9 лет. Кто хоть раз бывал в Сочи, конечно, проходил мимо, либо заходил вот этого здания, памятник истории архитектуры регионального значения, ну, что накладывает дополнительную ответственность за то, что в нем происходит. Наша библиотека маленькая, одна из 17 муниципальных библиотек Центрального и Хостинского района города Сочи. У нас два отдела, абонемент, читальный зал, штат 8 сотрудников. Вот такой командой мы уже много лет несем 110-летнюю миссию этой библиотеки в городе Сочи. Нам в этом году, 27 мая, 110 лет. Переживая вместе со страной все катаклизмы времен. Понимаете, город Сочи, он настолько динамично развивается, и как любой город России, он выполняет свои задачи. Ну, например, город Сочи сейчас всеми силами пытается стать городом круглогодичного отдыха и оздоровления. Ну, естественно, семимильными шагами развивается туристическая сфера, санаторно-курортная. Ну, естественно, Красная Поляна у нас, скажем, не сходит с экранов телевизоров, потому что там действительно великолепие, красота, Кавказских гор и все прочее. Поэтому муниципальные библиотеки, тем более находясь в режиме ограниченной деятельности по ковидной ситуации, у нас работает только абонемент с огромными ограничениями, санитарными требованиями. Читальный зал закрыт для посещения читателями. Мы работаем онлайне. Все это очень непросто. Поэтому все, о чем я буду говорить сегодня, это не есть профессиональный теоретический курс, который вам вот я сейчас вам выложу. Все то, чему училась пять лет, и вы просветленные пойдете совершать чудесные подвиги во имя культуры. Все то, о чем я буду говорить сегодня, как и в предыдущих своих вебинарах, из серии проверено на себе. Точно так же, как и многие мои сотрудники с того момента, как только я начала наполнять библиотечную жизнь событиями более широкого масштаба, как только я стала приглашать сотрудников заглянуть за книжную обложку, расширить библиотечное пространство и вводить элементы театрализации в свои события. Ну да, у нас в библиотеке пахло валерьянкой, корвалолом. Мои сотрудницы говорили, вы что, нашли артисток. А когда к этому всему добавилось еще и медиапространство, когда мы завели страницы в социальных сетях, и теперь любое событие обязательно имеет видео-версию, фото-версию, и обязательно присутствует на странице в библиотеке в социальных сетях или ютуб-канале ЦБС, тем более я слышу, ну как бы всем хочется похмыкать и побрюзжать и поговорить о том, что ну что, ну нам же уже не 20 лет, ну как мы можем, мы не актрисы, мы не режиссеры, мы не видеооператоры, мы то, мы все. Давайте, дорогие друзья, попробуем ими быть. То есть как мы выходим из положения в своей маленькой муниципальной библиотеке, из сотрудников у меня только один имеет базовое библиотечное образование, остальные пришли из других сфер, и поверьте мне, сделать из экономиста, бухгалтера или человека другой профессии, работника культуры, очень непросто. Поэтому поговорим дальше на тему. Давайте ответим, кому это надо. Зачем библиотеки, у которой есть замечательные инструменты для общения со своим читателем, есть ликтории, есть устные журналы, есть всевозможные мероприятия малых форм, есть книжные выставки, обзоры, есть клубы, досуговое формирование. Зачем библиотеке праздник? Ну напишите мне по одному слову, кто как думает. Кого это надо? Зачем нужен праздник, как таковой, в библиотеке? Ведь мы же понимаем, что праздник – это синтез множества различных форм деятельности. Это объемно. Спасибо. Замечательно. Я рада, что нам и читателям, молодежи и детям, читателям, замечательное мнение, я тоже так думаю. Но вот я на всякий случай подсказочки-то вам поставила. Когда мы с вами на первых моих вебинарах говорили о формировании имиджа библиотеки, да, я вам уже говорила, что вот, чтобы привлечь внимание к библиотеке вообще. Совершенно правильно. Праздник, не бойтесь этого слова. Вау, мы что, дом культуры? Нет, мы не дом культуры. Но праздник как инструмент привлечения внимания к своему учреждению мы можем прекрасно использовать. И поверьте, у вас для этого все есть. Вот мы сейчас в этом разберемся. Для привлечения определенных групп пользователей, да, почему не праздник? Помню я замечательное время, когда постолимпийский Сочи и большая группа волонтеров серебряного возраста, они были заняты на обслуживание олимпийских объектов, на отрабатывание всех технологий, а потом олимпиада прошла, и огромная команда замечательных, энергичных, опытных людей осталась не у дел. Я тогда начала... Первое, что я сделала, я привлекла их сюда, в читальный зал. Я позвала их на наши праздники. И вы знаете, из этого вылилась огромная дружба, емкая, верная, плотная. И ведь использовать жизненный, профессиональный опыт не старых еще людей, ведь сам Бог велел. Это бесплатное, абсолютно замечательное привлечение дополнительной энергии к вашей деятельности. Вот второй пункт для привлечения определенных групп пользователей. Вот таким образом у меня появилась огромная армия верных друзей библиотеки. Я в стресске коллектива. Отвлечение от рутины будней. Вы знаете, потребовалось много времени. Я даже честно скажу, лет пять. Для того, чтобы убедить мой коллектив, который не имел отношения ни к каким публичным выступлениям или к каким-то массовым делам, что праздник. Это весело, это интересно, это для нас самих себя замечательный такой драйв и подтверждение того, что мы веселые, талантливые, красивые, умные. И мы эти свои способности дарим миру. Так вот, я говорю, что в течение лет пяти сначала участие в праздниках, которые проводила библиотека, было довольно принудительным. Теперь это происходит естественно. И все знают, что если праздник – это макияж, это красивое платье, это замечательные туфли, это комплименты, которые мы получаем со всей площади, это подарки, которые нам несут, это отзывы в социальных сетях. Ну, то есть праздник для коллектива – это тоже замечательное, хорошее дело. Ну, для выполнения плана по посещениям ничего в этом каверзного нет в этом пункте, потому что, ну, понятно, по естественным причинам падает книга выдачи, падает посещаемость. Это нормальное явление. И, а вот когда мы стали регулярно использовать праздники для объединения своих читателей, тогда наши праздники стали популярны в городе. И маленький читальный зал, который вмещает 25-30 человек, естественно, он не мог отвечать нашим запросам, и мы стали это делать на площади. Вот. И аудитория каждого праздника у нас стало 200-300 человек плюс, и это все посещение библиотеки. А инструменты, которые составные части праздничных технологий, они, конечно, мы сегодня их рассмотрим. Ну, вот, на наших фотографиях замечательная Масленица. Это праздник, который проводит библиотека имени Пушкина. Вот уже пять лет городской праздник проводит не кто иной, как библиотека. Лица, которые вы видите вот в малиновых сарафанах, это сотрудники библиотеки. Наша замечательная читательница сшила нам вот эти костюмы. И молодые люди в костюмах скоморохов, это студенты Сочинского колледжа искусств, которые мы иногда привлекаем к нашим праздничным технологиям. Так странно пишут Масленица летом. Да, странно. И Масленица летом, и Рождество летом, и Крещение летом. Ну, вот так вот, Сочи. Читайте сказку про 12 месяцев. Вот еще один праздник, который мы считаем святым своим делом. И этот праздник, 9 мая, мы всегда проводим широко, с большой выдумкой. Много лет назад, в 2014 году, в 2014 коллектив библиотеки, первый из досуговых учреждений города Сочи, приобрели гимнастерки. Ну, где мы их собирали, где мы их брали, это отдельная история, мы никому не признаемся. Коллектив у нас небольшой, нас 8 человек. Значит, вот, приобрели формы, и с тех пор 9 мая, это любимый наш праздник, мы в него добавляем много чего, много энергии, финансирует бюджет города Сочи. Ну, скажем так, финансирует громко сказанно. В основном мы привлекаем для проведения праздников, привлекаем дополнительные средства, волонтеров и стараемся обходиться своими силами. Дорогие друзья, вот прежде чем говорить нам с вами, прежде чем пускаться в праздничные технологии активно, скажем так, скажите, пожалуйста, кому нравится эта фраза? Ну, например, в режиссёры бы я пошёл, пусть меня научат. Поставьте плюсики, кому это нравится. Эта фраза, что вот сейчас пришла Людмила Петровна, сейчас она научит, и завтра я буду замечательный режиссёр. Пусть меня научат. Я почему задаю вам этот вопрос, потому что на прежних вебинарах, когда мы разговаривали о, собственно, построении деятельности библиотеки в современном городе, о нелёгком пути, мне в чате писали, что вы нам рассказываете теорию, давайте нам практику. Дорогие друзья, понимаете, напомню я вам такую фразу, научить нельзя, можно только научить себя. Что касается теории или практики, то, ну, что вы считаете практикой? Готовый сценарий праздника? Хорошо, наверное, я могу его вам предоставить, пишите письма, контакты есть, я приеду в ваш замечательный город, изучу вашу геополитику, окружающую среду, изучу компетенции ваших сотрудников, ваш партнёрский круг, и тогда я вам напишу сценарий. Вот такой, эксклюзивный, редкий, который будет только у вас. Но, поверьте мне, дорогие друзья, лучше, чем вы сами, никто для вашего учреждения не сделает праздник, сценарий, как хотите это назовите, лучше, чем вы сами. А я вам могу сейчас только чуть-чуть в этом помочь. Итак, для того, чтобы, скажем, вот легче было представить себе праздничные технологии, да, для того, я предлагаю вам рассмотреть принцип праздничного пирога. Ну, вот, например, вы хозяйка, и у себя на кухне, где вы хорошо знаете, где что лежит, где что стоит, вы печёте праздничный пирог. Если вы хотите, чтобы он получился очень сладким, вы добавляете сахар. Если вы хотите, чтобы у него был ванильный запах, вы добавляете ванилин. Если вы хотите, чтобы сверху он был красивым, вы посыпаете его цукатами. Если хотите, если это пирог-лимонник, вы добавляете цедру лимона. И ещё многие-многие ингредиенты таким образом, меняя общий фон, вкус, цвет своего праздника, своего праздничного пирога. Вот то, что я вам показываю сейчас, вот эту диаграмму, она условная, и понятно, что здесь пирог разделён на равные части, но если вы определяете свой праздник как поэтический, естественно, этот сектор должен преобладать, и поэтическая составляющая должна составлять, ну, не менее 50% всего остального. Если это праздник, посвящённый какой-то одной теме, ну, возьмём, например, праздник русской матрёшки, то, естественно, тема должна, то есть этот кусок вашего праздничного пирога должен превалировать. И таким образом, если это праздник, музыкальный праздник, то понятно, что любая другая составляющая праздника, она будет меньше, а музыки будет больше. И тогда вы придадите своему праздничному пирогу тот вкус и то наполнение, содержание, которое вы хотите. Вот каждый раз, когда вы задумываете праздник, вспоминайте мою подсказочку, вот этот принцип праздничного пирога. Я хочу вам сказать о том, что режиссура как таковая, режиссура праздника, режиссура театрального спектакля, любого события, она в принципе, вот в принципе, стилет очень простой, очень простой. И я вам его сейчас, я сейчас вам им поделюсь. Любое жизненное явление, абсолютно любое, подчиняется общим законам человеческого бытия или вообще любого события. В нем всегда, ну вот хорошо, возьмем мы, опустим события, мы возьмем жанры искусства, да? Хоть песня, хоть танец, хоть театральный спектакль, хоть просто беседа, она всегда имеет завязку, то есть введение, вступление, да? Развитие действия, то есть после того, как завязка произошла, развивается действие, затем кульминация происходит, события, наивысшая точка напряжения. После кульминации, естественно, когда-то плавно, когда-то резко происходит спад, наступает развязка и финал. Развязка и финал не всегда могут совпадать, они могут друг от друга какое-то время отстоять, да, на какое-то временное пространство. И когда вы запомните этот скелетик, он везде присутствует, любое, все, что вы не возьмете, даже ваше общение с подругой. Вот вы пришли вечером, забежали на 10 минут, и оно тоже будет выглядеть, как вот эта схема. Вы открыли дверь, либо вы позвонили и сказали, «Алё, Маш, ты дома? Да, я дома? Ну, я к тебе забегу на 5 минут». Пожалуйста, вот вам завязка, да? Вот обычный такой действенный факт, после которого продолжается развитие действия. После звонка вы, значит, вышли из автобуса, прошли, вошли в дом, нажали на домофон, поднялись в квартиру, вошли. Это всё набор действенных фактов. То есть это всё набор действий, которые... Ну вот вы сели, она пригласила вас чаю попить, вы сели за стол, и дальше. Она говорит, «А чего это ты? Вот не пришла, я тебя звала туда, туда, туда. Чего это ты? Ты не хочешь со мной общаться? Ты так и скажи». А вы отвечаете, «Здравствуйте, приехали». «Да я была очень занята». А она говорит, «Ну, конечно, ты всегда занята, когда меня касается, а я тебя ждала». Назревает конфликт. То есть ваша беседа, это есть конфликтная ситуация. Ну, тоже не говорит о том, что вы сейчас поцарапаете друг другу физиономию, а просто по степени напряжения действия прикрой, пожалуйста, жалюзи вот так. По степени напряжения это и есть конфликт. Да? Фульминация. Итак, наивысшая точка напряжения. Вы говорите, «Ты знаешь, ты мне испортила настроение, я вообще на такой ноте не хочу общаться, и вообще я пошла домой». Вот. И тут она подходит, обнимает и говорит, «Ну что ты, дорогая, да ну, мы с тобой 30 лет дружим, ты что, из-за такого пустяка?» Наивысшая точка напряжения сгладилась, кульминация наступила вашей встречи, дальше происходит спад, вы идёте в комнату и начинаете хвастать друг другу последними нарядами или косметикой, или рассказывать, обсуждать какие-то подробности, и дальше наступает развязка, вы говорите, «Ой, я засиделась, мне уже пора домой, меня дома ждут». «Ну давай, дорогая, я рада, что я пришла и что мы поговорили, всё пока». Развязка и финал. Вот, понимаете, любое библиотечное мероприятие, как мы с вами любим говорить, да, я уже вам давно говорю, что слово «мероприятие», я его не люблю, я его признаю только в отчётной документации, но это такое слово, скажем, пустое формальное, «меры приняты», кавычку поставили, «мероприятие проведено», да, я всегда говорю, что это событие. Так вот, любое событие в рамках нашей с вами библиотеки подчиняется вот этому режиссёрскому, непреложному закону. Двигаемся дальше. Замечательный Константин Сергеевич Станиславский разработал для нас с вами вот таких любопытных, которые режиссёрских высших курсов не заканчивали, которые обычные библиотекари, но они хотят, чтобы в библиотеке всё было гармонично и правильно. он разработал для нас подсказочки. Полистайте Станиславского. Я уверена, что на ваших книжных полках эти книги есть из серии ЖЗЛ, любые другие. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что половина успеха библиотечного праздника это создание атмосферы. Даже не собственно само событие, когда выйдет ваша прекрасная ведущая, молодая, стройная, в красном платье с разрезом и скажет, дорогие наши гости, мы так рады вас видеть, и далее, и далее. Нет. Создание атмосферы с порога вашей библиотеки вот это половина праздничного успеха. Что такое атмосфера? Это, ну вот как Константин Сергеевич писал, звуки, шумы, освещение, мебель, вещи, костюмы, макияж. И это является художественным, выразительным средством. Это и причина, и следствие. Атмосфера зависит от многого, от места действия, от времени, характера, взаимодействия. Ну вот, я написала вам один, два, три. Это нашим коллективом прожитые, прожитые этапы или составные части создания атмосферы. Я не зря первым поставила единодушие в команде. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было праздничное, да, чтобы праздник чувствовался, с самого начала, вы должны поработать с коллективом, вложить в них часть души и часть своей энергии, убедить их в том, что праздник в их руках, праздник в их улыбках, праздник в их одежде, праздник, скажем, в том, как они пахнут, в их прическе. И вот это единодушие в команде, когда каждый на своем маленьком участке абсолютно солидарен со всеми остальными, вот это первое условие праздника. Вот если вы, как режиссер, сейчас, или там, как хотите, как организатор, все сделаете правильно, вы включите музыку до начала, будет открываться дверь, и здесь будут встречать, ну там, из состава волонтеров или вашего творческого окружения какие-то персонажи, литературные там, поэтические, сказочные, вот, и все будет хорошо, но Марья Ивановна с плохим настроением выйдет из санитарной комнаты и рявкнет на весь вестибюль. Чего вы тут наследили? Живо, идите там. Чего вы тут оставили? Чего вы тут поставили? И все. И атмосфер нет. И ощущение праздника исчезло. Поэтому единодушие в команде, когда я всегда говорю своему коллективу, это, вы знаете, это как звери на водополе, понимаете? В это время никто никого не ест. Поэтому улыбаемся и всем рады. Четкое распределение обязанностей. Здесь уже от коллектива мало что зависит, здесь зависит от руководителя. Если вы четко, внятно поставите задачу каждому сотруднику, он будет знать, что вот в это время он должен стул перенести отсюда сюда, либо он должен вот именно здесь включить, или именно вот здесь встать, чтобы сделать фотографию, с каждым проговорите его задачи, то это станет еще одним условием создания праздничной атмосферы. Ну и, конечно, оформление и аксессуары. Вы знаете, понятно, что мы не имеем с вами костюмерный, мы не имеем с вами цеха для изготовления реквизита, но тем не менее, без этого не обойтись. И мы прекрасно понимаем, что, ну вот, допустим, малыми своими средствами, малыми своими возможностями мы можем продумать так, как когда-то изготовленную декорацию, что она будет служить нам верой и правдой много лет. Ну, например, вот смотрите, вот арка и вот эта, скажем, вот такая вот балюстрада, да, вот такие вот, вот такой изгород такая. Это мы праздновали, очередной день рождения библиотеки. Вы думаете, все это стоит бешеных денег? Ничего подобного. ДВП, выпиленное своими силами, пришпиленное временно в межплиточные швы, вот, подставленные там под корочки такие. И вот такая вот, вот такое, вот такая арка, она создала нам атмосферу города Сочи начала 20 века. Ну, понятно, что, подскажу страшный секрет, купленное в магазине Second Hand вот это платье и пришитый к нему оборка. И, то есть, оно, наброшенный плащ, наброшенный шарф, это тоже часть созданной атмосферы. Вот здесь это фото, оно очень близко, но когда из-за угла, из-за парк-отеля поворачиваешь в библиотеке и видишь вот эту белую конструкцию, ну, совершенно радует глаз. А еще мы приглашали духовой оркестр и было вот таких дар в платьях длинных их было немного. Ну, не у всех в гардеробе найдутся такие вот вещи, да? Вот. Но, тем не менее, они были. И у каждой была своя задача. Одна из них была вот цветочница, она ходила и предлагала всем ромашки. Вот. И то есть, вот два-три персонажа в такой одежде и вот такая декорация создали удивительную атмосферу на нашей маленькой исторической площади. А вот здесь вы видите ту же арку с теми же персонажами, да? Это уже Библия-ночь какого года? Коллеги, подскажите, какого года? Это Библия-ночь, однако, 2019-го, что ли, 20-го года, когда мы ту же арку по частям, она у нас хранится в маленьком, абсолютно, невообразимо маленьком подвальчике, мы ее вынимаем, мы ее чуть-чуть подновили, да, 20-й год театра, спасибо, да, вот, и она уже в нашем читальном зале, служит декорацией, мы, однако, тогда инсценировали метель Пушкина, вот, понимаете? Поэтому наличие, вот, продуманное, скажем, использование маленьких аксессуаров, если это у вас поэтический вечер, то дама в небрежно бросившая шаль и перчатки на кресло, которое читает, если классическую поэзию, то это уже создаст вам некий антураж, некую декорацию в проведении. Либо черная шляпа большая, вот у нас вот тут вот дама сидит, которая гораздо, у нее много шляп, и вы знаете, какой бы наряд она ни надела, она меняет шляпы и уже сама по себе служит, создает атмосферу и служит декорацией. И напрасно вы думаете, что я иронизирую? Ничего подобного. У меня тоже есть беспроигрышный вариант, когда мне нечем украсить помещение, ну, скажем, а какой-то яркий весенний праздник, там, 8 марта, еще что-то, какой-то поэтический литературно-музыкальный вечер, и я понимаю, что у меня ничего нет, и все, что мы использовали, уже было. У меня есть беспроигрышный вариант, платье с розовой пелериной, и я в нем стою, как новогодняя елка, и стоит мне взмахнуть руками, и эта пелерина заполняет собой половину зала, вот вам и создание атмосферы, используйтесь, используйте, делюсь лайфхаком. Двигаемся дальше. Создание атмосферы праздничной. Ну, понятно, что мы с вами не певцы и музыканты, и не акробаты и шуты, мы просто библиотеками, мы книжные люди, мы все там знаем, что происходит с книгами, да, но, ну, на данном этапе мы вот такие. Что вы думаете? Формируйте вокруг себя, круг единомышленников. Вот это на верхней фотографии день образования Краснодарского края. Мы всегда празднуем широко, это 13 сентября, и у нас здесь кубанская вечерка была с приглашением казачьего ансамбля, с, ну, чтением стихов. Как площадку украсить? Денег на то, чтобы каждый раз печатать тематический баннер, я вас умоляю, где они у библиотеки? Так вот, те же самые волонтеры серебряного возраста пришли на помощь, вот они принесли вот это такой половичок, вот такой, вот такую скатерть, вот такие подсолнухи, а вот там дальше мы поставили вместе две лавочки и подушки с прошвами, и все там фотографировались, таким образом, вы знаете, вот это вот, вот этот кубанский уголок стал своеобразной фото-зоной и был самым популярным местом праздника. Я с улыбкой наблюдала за этим и думала, вы посмотрите, как все на глазах поменялось. Я-то думала, что казачий ансамбль сейчас, солдатушки, бравы, ребятушки, да, я-то думала, что наша потрясающая выставка с шикарными альбомами по традиционной казачьей культуре, что она станет центральным местом притяжения внимания горожан, ничего подобного. Вот это абсолютно простецкое оформление вот так притягивало к себе и создавало атмосферу этого праздника. Но на этой фотографии момент, когда я ничего лучше не придумала из оформления, это опять же наши были предпасхальные встречи, когда мы проводили мастер-класс по росписи, традиционной росписи пасхального яйца, мы просто-напросто вывесили русские сарафаны, головные уборы и собственно праздник, атмосфера праздника была создана уже вот этим маленьким элементом. пишут, что мне здорово помогают сотрудники дома культуры и клубы по интересам. Замечательно! Если дом культуры находится от вас в шаговой доступности, это просто здорово, как я всегда говорю. Будем дружить домами, господа, но когда между вами значительное расстояние, то приходится решать множество других задач. Как доставить, кто привезет, кто соберет, кто потом увезет, а если не дай бог случить, что с тем же кокошником, либо там еще с чем-то, кто отвечает. Поэтому вот в праздничной нашей библиотечной истории скопилась маленькая костюмерная махонькая, в которой платки, головные уборы, ну там необходимые вот подаренные нам русские костюмы, сшитые нами, веночки, которые можно купить сейчас, рубль куча. Вот. И вот при помощи вот этих не, скажем, не очень дорогостоящих аксессуаров мы создаем атмосферу праздника. Мы не всегда надеваем полный народный костюм для проведения народного праздника. Мы иногда бывает достаточно элемента, платка на плечи. Не разрешены массовые события, хотят, чтобы библиотекари проводили их онлайн. Ну, дорогие друзья, библиотеки Краснодарского края уже полтора года работают онлайн. Ну, это не мешает нам, а иногда даже и стимулирует наши творческие способности. Но мы надеемся, что рано или поздно это закончится. Двигаемся дальше. Возьмем такой элемент праздничных технологий, как выставка. Выставка-инсталляция. Вот мы-то библиотекари традиционные мы привыкли, что выставка это само по себе мероприятие, это само по себе событие. Но в праздничной, скажем, в праздничном салате, в праздничном пироге мы используем выставку-инсталляцию как элемент праздника и она очень украшает. И даже, вы знаете, в какой-то период мы сначала думали, что ну это как бы дополнительный такой штрих, а потом постепенно мы перешли к тому, что выставка из фонда библиотеки, она является одним из главных действующих лиц на празднике. И поверите, вот дальше, значит, я пролесну, дальше вы увидите, как популярны наши выставки. Выставки разные, выставки тематические, выставки инсталляции, выставки периодической печати, ну, множество всяких разных, то есть, я постепенно, мы стали увеличивать, позволять нашему гостю нашего праздника больше времени проводить на выставке, потому что бывает, ну вот, выставку выставили, рядом библиотекарь стоит, готовый пояснить, рассказать, а тут же уже начинается, пришедшие гости уже хотят читать стихи, петь песни, водить хороводы, и как бы выставка постепенно уходит, ну, как бы, мы таким образом неправильное, скажем, распределение времени по составным частям умаляет значение выставки. Мы стали делать по-другому. Мы стали в преддверии праздника выставку использовать как завязку, зачем, как вот в том самом скелетике праздничном мы стали ее, мы стали привлекать к ней внимание. Нет, это не выставка, это на фотографии мастер-класс по росписи яиц пасхальных. Вот, это, вот, я вам хочу сказать, ну вот, элемент такой выставки. Это выставка по истории библиотеки на одном из праздничных событий, и, честно признаться, событий я уже не упомню. Возможно, это день города какого-то года, вот, но выставка, вот, понимаете, это до начала праздника стоит заведующая читальным залом, у нее из архива библиотеки различные раритетные документы, фотографии, ну, то есть, вот здесь, вот, вся история библиотеки в этих файлах. Ну, вот, и там дальше выставка ее, вот, не видно, она продолжается дальше, это были два стола и стеллаж. Вот так она стояла до того момента, пока не привлекли внимание к выставке. А когда ведущая сказала, дорогие друзья, обратите внимание на наши выставочные стеллажи, там вы найдете множество краеведческой литературы. Вот, вот, как бы выставка, ну, вот, имела очень большой интерес у всех, кто был на празднике. Вот здесь тоже использование костюма как элемента, как создание атмосферы праздника, ничего особенного, просто шляпа, просто накидка. Это тоже был день, день города, это ноябрь, ну, вот здесь вы видите детский праздник. Понятно, что костюмы мы с вами извлекаем из того, что было, но, тем не менее, за несколько лет собирается приличная уже себе костюмерная. Ну, вот, значит, еще раз тут вот новогодние внизу наши эксперименты и поздравления друзей библиотеки. А вот этот костюм, это элемент сотрудничества и далее там вот сзади стоят, это элемент сотрудничества библиотеки с студией дизайна, текстильного дизайна разноцветье. То есть, ну, вот, вот, обычно мы для праздника, вот, для широкого, большого события, большого формата обязательно привлекаем дом культуры, некоммерческие организации, ну, друзей библиотеки, весь круг партнеров. значит, вот, подготовительный этап праздника я хочу уделить ему чуть больше внимания. Мы все с вами начинаем, как рождается праздник библиотеки? Ну, обычное инициативное лицо какое-то, да, говорит, что, друзья, вот давайте, вот уже пора, мы сделаем праздник у нас в плане или тысячи других мотиваций и начинает в ежедневничке чего-то там записывать, вот то, 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 это. Я предлагаю вам вот такую табличку. Это план подготовки праздника, да, если вы себе возьмете эту табличку и она у вас в А4 формате будет распечатана и вы начинаете ее заполнять, это такая замечательная поддержка вам для того, чтобы ничего не забыть и именно по этой табличке план подготовки в нее все внести. Если что-то у вас не состыковывается, вы просто вычеркиваете, если что-то добавляется, вы просто добавляете и вот эта последняя строка контроль это четкое время для вас спросить письма, уведомления, например, ответственный библиотекарь читального зала Мария Ивановна, в четверг в 16 я должна спросить, Мария Ивановна, покажите мне, кому отправили письма, приглашения, там, звонки, отчитайтесь. Вот для меня, например, вот такая вот таблица плана подготовки, она, ну, скажем, подсказочка. Точно такая же таблица план проведения, но она уже более подробная, пошагово время выставляется, это позволит вам озадачить каждого сотрудника и дать ему временные, скажем, точки вот 10-20, вот 10-30, аппаратура должна быть смонтирована и музыка должна звучать. Какая музыка написана, да, в 10-30 должна звучать, библиотекарь ответственный, оборудование, которое, допустим, для этого момента я себе пишу, вот, комплект оборудования, флешка с записью, там, бобина с кабелем, все прочее, да, и 10-20 я должна подойти и спросить, как у тебя дела, все ли у тебя смонтировано, будет ли через 10 минут звучать музыка. Вот, делюсь с вами вот такой табличкой план подготовки и план проведения, это будет замечательное, это будет первый штрих в вашем режиссерском пути. Вот, от сценария до плана подготовки и плана проведения есть застольный период, когда вы обдумываете, обсуждаете, собираете планерку, принимаете предложение, потом увязываете это все с тем, какой праздник вы хотите создать в вашей библиотеке. А дальше у меня, дорогие друзья, к вам вопрос. Вот, 22-й год, год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Погружение в основы обрядовой культуры, ну вот здесь на фотографии мы видим пасхальный, пасхальный праздник под названием пасхальный хоровод и обрядовый момент в лачебнике, да. Я, как специалист по традиционной русской обрядовой культуре, естественно, за 30 лет у меня огромный рюкзачок, багаж огромный знаний. Я только, я готова провести цикл вебинаров и прошагать с вами по народному календарю нашего замечательного года. Я не знаю, насколько вам это необходимо. Вот я поделилась с вами основой, ну, такой, ну, вот, как бы крупицами, да, подсказочками, как все-таки шагать в эту, какими шагами шагать в досуговую деятельность, как себя к этому подготовить и какие инструментики маленькие для себя изобретать. Поэтому я сейчас жду вашего одобрения или отрицания, чтобы Директ-Академия запланировала, просмотрела расписание и нужно ли это. Понимаете, что такое обряд? Вот напишите мне, что такое обряд, по-вашему, что такое обряд? Вот мы говорим, ой-ой, обрядовые песни, обрядовые там действия. Что такое обряд для вас? По одному словечку, чтобы я видела. Это важная традиция. Обряд. Еще, давайте, думайте, коллеги, что такое для вас обряд? Чтобы я понимала, на каком уровне общаться. Обряд это культура, да? Ну, это традиционное действие, символическое действие. Спасибо, Эльвира Абрамова, да, действом, да, обычай, фольклорные действия. Знаете, обряд это набор таких действий. Обряд это, ну, вот давайте подберем однокоренные слова. Что такое? Ну, однокоренные слова слугу обряд, то есть наряд, да, порядок, еще что? Ну, что там еще может быть? Так вот, корень в нем ряд. И наши с вами предки подсказали нам, что, да, рядить, наряжаться, обряжаться, рядиться, да, корень ряд, то есть обряд это набор действий, который призван гармонизировать хаос событий человеческой жизни. Наши с вами предки столетиями отрабатывали набор этих действий, чтобы поставить события в ряд, чтобы придать им порядок, понимаете, корень ряд. так вот, когда я говорю о том, что вот основы традиционной обрядовой культуры, некоторые мои коллеги говорят, ой, бабки с поварешками, что ли, чё пристало-то, какие обряды. Понимаете, многие проблемы нашей сегодняшней жизни как раз мы и можем наблюдать, потому что мы забыли этот порядок. Никто не говорит, что я призываю вас стройными рядами шагать на службу в церковь, и мы потом с вами вот дальше. Нет, обрядовое действие и обрядовая культура это содержание того, что делали люди, например, после церкви, после религиозной составляющей этого праздника. Понимаете, и поэтому вот эта череда обрядовых действий, забытая нами, когда начинаешь с людьми это делать, когда начинаешь показывать или театрализовывать эти обрядовые действия, вы знаете, как с глубины души просто ключом взмывает у каждого человека вот какая-то благость душевная. И эта благость живет потом в библиотеке, она становится атмосферой. Вот именно вот так мы прокрутив обрядовый календар событий но не всегда мы водили хороводы. Мы также делали выставки, мы также мастер-классы показывали. Особо популярным у нас был мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы, той самой функциональной там куклы для того, чтобы выйти замуж, кукла-капустка, кукла, ну, не мне вам рассказывать, если вы захотите, вы найдете литературу, прочитаете, что такое обрядовая кукла, это целая, скажем, ну, целый огромный пласт в русской обрядовой культуре, да? Вот. Так вот, я не знаю, спасибо вам за одобрение, совершенно согласна, это на генетическом уровне в нас сидит. Свадебный обряд, который мы проводили театрализовывали здесь с творческой группой библиотеки, мы играли свадьбу, свадебный обряд, от рукобития до там, до всяких разных обрядовых моментов, мы его повторяли, однако, наверное, четыре или пять раз по городу, и люди удивлялись, как, вот это что, а мы не знали, для чего это. Так вот, это я сейчас вам говорю для того, чтобы вы прониклись важностью того инструмента, который в ваших руках, вот это просветительство вот в его высшей точке, и эти просветители мы с вами. Спасибо, на тему обрядов очень интересно проводить, мастер-классы по изготовлению кукол, оберегов, совершенно понятно, у каждого народа свой уклад жизни, жить в ладу со всеми, но мы же с вами, библиотека, культурно-просветительское учреждение, кто нас ограничивает русской традиционной обрядовостью, мы же можем шагать дальше. Вот я живу и работаю в Сочи, из 140 национальностей и этнических групп 120 в Сочи живет. Это такой микс из многоконфессионального общества, поликультурного, многотрадиционного, здесь вот столько всего, что ну я бы назвала когда-то я носилась с этой мыслью написать проект, назвать его «Добрые соседи», да, и рассказывать в библиотеке, приглашать национальные общества, общины, грузинская, армянская, татаро, башкистская, у нас в Сочи есть и греки, есть и ассирийцы, и кого у нас только нет, эти национальные общества, и я думала, ах, приглашать вот представителей вот этих национальных общин, и вместе с ними рассказывать, ведь в каждой культуре национальной такая глубина, такая, скажем, ну, такое безграничное поле для познания, и проникая в эту культуру, мы с вами начинаем больше понимать жизнь, и становиться терпимее друг к другу, когда понимаешь, тогда, ну, нормально воспринимаешь, проще. Вот мы с вами на этом уже вот 9 минут, мы с вами на этой замечательной ноте остановимся, и вместе с руководителями директ академии мы будем решать. Спасибо за, скажем, за подсказочку, что если, если общаться по основам обрядовой традиционной культуры, то немного заранее, да, чтобы можно было знание применить на своей практике. Спасибо, дорогие друзья, вам, ну, вот здесь еще картинки наших праздников, да, и вот это тоже кубанские байки, день образования Краснодарского края, а это конкурс, краевой конкурс кубанской частушки, куда мы ездили в этнографический комплекс Атамань, вот, то есть библиотека на переднем, скажем, крае в авангарде, событий этого замечательного года. Ну, вот здесь, опять же, тоже пример с этой студией разноцветье, это особая техника костюма, да, я хочу закончить, ну, почти традиционно. Дорогие друзья, мы с вами особая каста, даже в сфере нашей замечательной культуры. Именно потому, что библиотекарь это многофункциональное устройство. И чем дальше, тем компетенции наши с вами, ну, будет, уровень, перечень наших компетенций будет расширяться. Поэтому шагайте смело в любую профессию. Вы всегда найдете единомышленников. В данном случае при подготовке библиотечного праздника сам библиотекарь и сценограф оформляет сцену, и сценарист пишет себе сценарий, и режиссер проводит репетиции, состыковывает не состыку, е-мое, очень часто, да, он же и актер, он же и звукооператор, и все это называется душ наших лекарь-библиотекарь. Дорогие коллеги, с праздником! Спасибо вам огромное за то, что вы, за то, что мы были вместе, за то, что вот этот опыт проверено на себе, и, скажем, я им с вами делюсь, спасибо за одобрение, оно тоже нам крайне необходимо, и обратная связь нам тоже нужна. Будете у нас в Сочи, обязательно посетите нашу библиотеку, улица Приморская, 1, там Александр Сергеевич стоит, ждет вас рядом с библиотекой. Спасибо вам за внимание, мы открыты к общению, вот это адрес с электронной почты и наши странички в социальных сетях. Если я вам чем-то помогла, буду рада. Если мое выступление стало для вас мотивом, мотивацией хорошей, если вы перестали бояться, браться за это, казалось бы, вау, праздник, трудоемкое дело, значит, сегодняшний час вместе мы провели не зря. Спасибо. Спасибо.